Девушки отдыхают Но также она очень нервничала перед проверочными работами или устными ответами в школе до такой степени, что у нее наступал ступор перед ответом. Я отвела Кэндеса к детскому психиатру, который спустя 10 минут нашего пребывания включил нам пакет с баночками за лофт и со словами «Вот, попробуйте это». Когда вам грустно, у вас может быть чувство усталости, безнадежности и тревоги. Вам одиноко, и вас не радуют те вещи, которые радовали раньше. Все идет не так. Это симптомы депрессии. Психиатр сказал мне, что в начале учебного года в 7 классе Кэндес будет переживать сложный переходный период и необходимо удвоить дозу. За последние десятилетия потребление антидепрессантов в США выросло более чем в три раза. Каждый десятый американец принимает психотропные препараты. По официальным данным Центра контроля заболеваний и статистики здравоохранения США, постоянными потребителями антидепрессантов являются 27 миллионов граждан страны. Из них 6 миллионов – несовершеннолетние дети и подростки. Причина депрессии неизвестна. Однако, это может быть связано с дисбалансом, который возникает между нервными клетками в мозге. Залофт борется с этим дисбалансом. После приема этого дерьма начались ужасные галлюцинации. Жестокие с кровью. Ей казалось, что у меня из головы выползают насекомые. По капельнице ползали пауки. Это было так страшно. Во время одной письменной работы в классе она начала трясти карандаш и встряхивать руку. Подружка спросила, «Кэндис, что ты делаешь?» Она ответила, «Не могу от них избавиться». То есть она думала, что по ее карандашу ползут жуки. Я собиралась пойти пообедать с подругой. Когда я уходила, Кэндис сидела на коленях у отца, и они смотрели Animal Planet. Смотрели на мартышек и смеялись. И это был последний раз, когда я видела свою дочку живой. Когда я поднялась в комнату Кэндис, она висела там на каркасе кроватного балдахина. Кэндис умирала в субботу вечером, и наше дело было в суде в понедельник в 9 утра. Когда доктору пришлось дать показания под присягой, он признался, что Pfizer платил ему за навязывание залов до пациента. Психотропные препараты – самое популярное лекарство в Соединенных Штатах Америки. Ежегодно врачи выписывают более 270 миллионов рецептов. Годовой оборот этой индустрии составляет более 10 миллиардов долларов. Намного проще выдать ребенку таблету, чем потратить на него время и усилия на проведение терапии. Которая окажет равное успокоительное действие. Вы знаете, что случилось с главой отделения психиатрии в клинике, которая лечила мою дочь? Ему дали повышение. Разве это не вызывает отвращения? И как только он вступил в должность, они стали печатать на упаковке этого препарата предупреждение о том, что его принятие может привести к суициду в любом возрасте. После громких скандалов, связанных с гибелью людей, ни один из смертельных препаратов не был запрещен. На упаковках лишь мелким шрифтом появилась надпись «Возможно, побочные эффекты». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств умывает руки. Они говорят, «Мы же позаботились о том, чтобы вы были виноваты в смерти детей, а не мы». Когда умерла Кэндис, на той же неделе, сын моей знакомой по церкви не выиграл какое-то бойскаутское соревнование. Он был сильно подавлен. Его мать подумала о Кэндис, и она знала, что ее ребенок на том же препарате. Ее сын пытается повеситься с помощью ремня из бойскаутского униформа. Потребление таблеток счастья вызывает зависимости, приведет к необратимым психическим отклонениям. Ежегодно от антидепрессантов в США погибает более 60 тысяч человек. Она была ангелом для любого живого существа. Она всем улыбалась. Невинное существо. Она заболела. Пошла показать врачу. Десять минут она у него пробыла. Он выписал ей одну вещь. Бесплатный образец лекарства. Ее без конца рвало. Ей приходилось каждый день возвращаться к доктору. Ровно через неделю она умерла, прожив эту неделю в страшнейших мучениях от побочного эффекта препарата. Все перечисленные возможные побочные эффекты она перенесла на себе. Антидепрессанты имеют множество побочных эффектов. В основном это нарушение работы сердца, центральной нервной системы, диабет. В доме было так жарко. 150 градусов по Фаренгейту. Душающая жара. А она была обернута в плед, и ее трясло от озноба. Мой сын, ему было 11 лет, просил у нее разрешения пойти в бассейн, и после уговоров она сказала, иди. Он пошел в бассейн. Она пошла в кабинет, взяла мост 45-калиберный, спустилась в подвал и застрелила себя в голову. Я хотел им смерти, но я не знал, в каком идти. Я бы не смог их всех перебивать, их слишком много. Деньги. Причина всему деньги. Всемогущий доллар. Я пытался протестовать перед Белым домом. Я хотел, чтобы все узнали, что случилось с ним. Но мне сказали, что я останусь крайним и засудят меня. Да пусть засудят. Что они мне сделают? Убьют мою жену? Они уже это сделали. Противники антидепрессантов все чаще сравнивают эти препараты с психотропными наркотиками. Антидепрессанты врачи выписывают вне зависимости от возраста и заболеваний. Чаще всего в качестве средства от плохого настроения, а также для профилактики. Доктор отказался от лицензии штата Массачусетс и уехал в другой штат. И мне не удалось его затащить в суд, потому что мой адвокат подписал договор о неразглашении, что запретило ему сообщать какие-либо сведения о препарате в суде. С тех пор много людей покончила жизнь самоубийством, но теперь компании ничего нельзя предъявить. Все это эпизод одного шумного спектакля. Та же самая история уже происходила миллион раз. Полстраны подсажены на антидепрессанты, и никто не собирается ничего по этому поводу делать. Дело о гибели Дианы Рутье длилось 6 лет. Суд не признал вину фармацевтических компаний. Накануне съемок Алан Рутье проинформировал нашу группу о том, что на съемках произойдет нечто экстраординарное. Она больше не страдает. Скоро мы снова встретимся. После попытки суицида Алан Рутье попал в реанимацию, но выжил. Его попытка самосожжения была проигнорирована властями США.